Здравствуйте! Вы смотрите интервью дня в студии «Я» Орлана Байду. Сегодня у нас в гостях находится Тимур Борисович Кулар, спецпредставитель главы Республики Тыва по вопросам специальной военной операции. Тимур Борисович, здравствуйте! Здравствуйте! В первую очередь, Тимур Борисович, хочется сказать с прибытием. Насколько нам известно, вы совсем недавно прибыли со своей командировки из Ростова-на-Дону. Поделитесь, пожалуйста, какая вообще основная цель прибытия была? Какие части, возможно, вы успели посетить? Это поездка не только Ростов-на-Дону, да и на новых территориях, да и еще в воинских частях, где проходят службы наши земляки из родной Тувы. Посетил в Ростове, конечно, в первую очередь это 520-й центр. Потом дальше на новых территориях начал посещение нашей родной бригады 55-я, потом 74-я бригада. Конечно же, встречался командованием Центрального военного округа. Далее поездка была организована в сторону Восточного военного округа. Она начиналась с 39-й бригады, 38-я бригада, 102-7-я дивизия, 114-й полк. Еще такое событие, чисто случайно я встретился командованием одной из подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. И в течение поездки уделили особое внимание нашим землякам, что у нас было с собой в виде гуманитальной помощи. Старались довести до каждого военнослужащего. Даже бывали случаи, когда мы ехали, там же иногда мы пересекаем те участки, где непосредственно проходят зону риска. Проезжали, увидели. Мне показалось, что эти наши земляки остановились, крикнули на туинском языке, они откликнулись. Я даже не ожидал, что именно в таких боевых условиях я встречу своих родных земляков. И у них тоже такая, можно сказать, реакция, что они не ожидали, что кто-то мимо проезжает, крикнули на туинском языке еще из республики ТВА. И на этот момент вместе с нами был солист ансамбля ТВА, Кулар Садумол, на таких условиях, боевых, полевых условиях, исполнить и горло пение не только наших земляков, да и команду они приближали, и послушать такой самый чудесный голос туинской земли. Вот примерно такая поездка состоялась. Я думаю, очень приятно, что в зоне специальной военной операции земляки могут встретить случайных земляков. Наверняка это придало какие-то силы нашим военнослужащим. Возможно, они какие-то вопросы, просьбы передавали вам? Конечно, вот эти эмоции, ребят, которые мы случайно встретили, на словах никак нельзя передать. Они-то, это самое, ежедневная задача стоит совершенно другого рода. А тут проезжавшая машина остановилась, да еще тут же это в живом виде услышать горлового пения родной тубы. Это, я думаю, очень повлияет и в дальнейшем настроит духа, боевого духа наших военнослужащих. И в том числе не только наших, и с ним рядом и другие регионы, и их командующий состав удивлением слушали, и даже не отпускали нас, предлагали остаться на определенный период времени. Примерно вот так она была. Тимур Борисович, насколько мне известно, одна из ваших целей поездки в Ростов-на-Дно также является доставка комплектующих из Тувы, которая была заказана нашим региональным правительством. Для стратегически важного изобретения одного из военнослужащих не могли бы поделиться, пожалуйста, что это за изобретение, что было доставлено? Предыстория такова вот этого нашего военнослужащего. Накануне Нового года тоже очередная поездка была, посещая подразделения на тот период времени, перед Новогодним настроением у ребят. И мы опять же с артистами посещали блиндажи, окопы. В одном из блиндажей наши подразделения. Я не буду рассказывать именно, какое подразделение. А я увидел человека, занимающегося там радиоэлектроникой. Когда ребята на это готовятся к своим определенным задачам, а этот товарищ, он сидел именно вот паяльником, со всеми инструментами радиолюбителя. И как раз с ним разговор стоялся, чем он занимается. И тот период времени, мне он объяснил, создает на боевых, полевых условиях средства защиты от дронов. Так называемый РЭП, радиоэлектронной борьбы. Конечно, он свои перспективы рассказал, что для него необходимо для того, чтобы защитить наш личный застав и военную технику. И он ту же самую заявку сделал необходимых комплектующих составов для изобретения данного технического средства. Я, соответственно, все эти перечни взял. Конечно, мы старались с полным объемом охватить, который он заказал. И все оно было приобретено. К сожалению, достаковал город Кызыл. Из города Кызыл мы доставляли как раз на ту воинскую часть, воинское подразделение именно этому военнослужащему, который он создает такие технические средства. Можно даже назвать и средством технической защиты от дронов, камикадзе и других летающих объектов, которые поражают наших ребят, нашу технику. И он еще показал свои видеоотчеты, как он работает, его техника. Она здорово помогает нашим разведчикам, штурмовым подразделениям. То есть она уже используется? Она использовалась еще в тот период времени. Но комплектующих, конечно, они заказывают на новых территориях. Доставка очень длительного характера имела. Мы здесь, в республике, регионе заказали. И эта доставка, вот даже к нам, она в течение определенного периода времени она доставляли. И все эти комплектующие мы привезли как раз данному военнослужащему. Мы его назвали Кулибином, но фамилия, имя, отчество, конечно, не будем раскрывать. И подразделение, где он проходит службу. Ну здорово, что в таких полевых условиях нашим военнослужащим удается даже выдумывать какие-то новые разработки, которых наверняка нет у наших оппонентов. Надеемся, что данная разработка поможет спасти не одну жизнь. Дополню, он же коротким отпуском приезжал к нам. Мы же в предыдущем сюжете показывали теми агрегатами или запчастями, которые предварительно было доставлено. Некоторые азы, из чего он состоит, вот это данное техническое средство, он показал. И, конечно же, наши ребята уже начали создавать на его основе. Конечно же, сложно будет нам испытать в тех или иных частотах работает наше созданное техническое средство. Конечно, скелет мы создадим и направим на фронт. И он свои вот эти параметры туда несет. Гораздо проще будет или с нуля ему там создавать, или мы уже готовы продукции туда направим. И ему просто надо будет туда свою технологию внедрить. И все, она будет работать успешно и в пользу наших ребят. Ну, здорово. Пожелаем удачи в разработке данного оружия, можем так сказать, защиты, да, защиты для наших военнослужащих. И будем надеяться, что она послужит на славу нашей армии. Тимур Борисович, я знаю, что вами также проведена работа по опознанию тел погибших в зоне специальной военной операции. Расскажите, пожалуйста, какая работа велась вами? В первую очередь данную командировку я посетил 523-й центр. Даже не заходя в центр, я встретил наших земляков, которые туда прибыли в целях опознать своих родных и близких. Конечно же, я мимо их никак не мог пройти, со всеми повстречался, какие наказы были. И постарался уделить на ту боль, которой они страдают, и с чем они столкнулись. И как раз этот период времени работали наши специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы, да, руководитель Грил Чембаевич и его коллега Ян Леонидович. Они вдвоем там работали. И они тоже вышли к нашим землякам. Пожелания, задачи, которые перед ними стоят, и республики, они приняли. И они в доступном телефоне были, они созванивались, обменивались теми или иными информациями. Вот их работа как раз дала должных результатов, будем, наверное, так говорить, что когда я уже непосредственно руководителем данного центра встретился, сразу же первый отклик, да, в отношении нашего руководителя Бюро судебно-медицинской экспертизы, я готов его у себя оставить. Так как он это... Ну, специалист большой буквы. Даже не в том плане. Он это в свое свободное время уделял для работы. А когда другие специалисты там отдыхали, или, ну, использовали свой это день отдыха, а он приходил в центр, непосредственно там работал. И его вот это деловые качества повлияли на решение руководителя. Вот. И по желанию родных и близких даже я организовал встречу руководством 522-го центра родных и близких, как центр работает, и каким образом должно проводиться опознание, и представлять, какие документы должны быть. Вот руководитель, полковник вооруженных сил Мурадосливов в полном объеме он принял и дал ответы нашим землякам. Примерно вот такое само поездка и встреча. Конечно, это сложная встреча. И на тот период времени, вот по работе наших коллег говорили, что определенное количество наших земляков уже и с их участием были опознаны, и родным и близким сообщение ушло. Ну, это самое главное, что уже результаты пошли. И, ну, надеюсь, также на успешное сотрудничество, да, получается, с тем воинским центром наших специалистов. И главное, чтобы они вернулись к нам обратно домой, чтобы их никто не забрал к себе. Тимур Борисович, также я знаю, что вы встретились с нашим земляком, анестезиологом, который также находится периодически в зоне специальной военной операции. Поделитесь, пожалуйста, как прошла ваша встреча? Я вот на этой поездке и предыдущих поездках чисто случайно в Запорожской области я встретился с нашим земляком, можно сказать, это династия врачей. Фамилия Чадамба, его зовут Эрель Сергилович. Он заведующий отделения реанимации городской больницы города Бердянска. Непосредственно он там работает со своей семьей, он прибыл уже больше года, по-моему, он там трудится. И также в свое личное время посещает воинские госпитали. И мы как раз встретились в городе Донецкое. И одно из наших военнослужащих сказали, что наш земляк в какой-то городской больнице его как бы принудительно положили. Необходима помощь с нашей стороны. Мы с Олесом прибыли. На тот период времени он уже был отправлен в Ростов-на-Дону. К сожалению, нашим бойцам не удалось встретиться. Нам сказали, заведующий больницы, пациент диагностирован, мы его дальше на лечение отправили. Или на отдых, что ли. Примерно вот такой разговор стоялся. А его работу он продемонстрировал, кого он посещал, какие помощи оказывает. Дальше мы поехали, конечно же, в самую родную бригаду, 55-ю медицинскую роту, где оказывают медицинскую помощь нашим ребятам. Параллельно нашим врачам он тоже принялся к осмотрам раненых наших ребят. Свои рекомендации давал. И дальше мы должны были встретиться на Запорожской стороне. И, конечно, его график работы врача и мой график не совместились. К сожалению, вот где он, родной больницы, это в городе Бердянске, мы не встретились. У него плановые операции, дни работы были. И, к сожалению, мы не встретились на его родном поликлинике. В общем, довольно-таки результативно у вас вышла рабочая командировка. Тимур Борисович, а когда ждать вашей следующей рабочей командировки? Возможно, вы можете поделиться своими целями на ближайшее будущее? Данная поездка у меня даже в планах не стояла. Резкий такой звонок, можно сказать, Центрального военного округа. Чтобы, даже не чтобы, а они нуждаются в нашей помощи. И экстренно как раз то, что было у нас, само приобретено из технических средств. Еще добавлю, не только радиоагрегаты. Мы доставили две единицы транспорта. Первый транспорт адресован как раз в медицинской роте 55-й бригады. Вторая единица предназначена одной из подразделений нашей бригады, которые успешно отработали в предыдущих задачах. По ходатайству командира, вот эта единица техники была предоставлена нашим ребятам. Плюс еще, когда ребята здесь находились в отпуске, они мотоциклы здесь получили. Эти мотоциклы поездом доставлять как-то неудобно было. Мы как раз на это грузовую машину загрузили. По-моему, 4 или 5 единиц мотоциклов доставлено было как раз в город Светловск. Оттуда ребята получили, успешно сейчас их применяют. А следующую поездку планировать или прогнозировать не смогу. Потому что могут ежесекундно вызвать, позвонить, попросить помощи. Я как послушный гражданин Российской Федерации еду в то направление, куда будет направляться командировка. Что ж, Тимур Борисович, пожелаем удачи в решении ваших задач социально-военной операции. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо. До свидания. Вы смотрели интервью дня. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова